всем привет это подкаст и веб-дизайн сегодня 29 февраля 2016 года выпуск номер 72 всем привет у нас для вас сегодня есть несколько громких тем первая из них как фейсбук концепцию лайков перепродумывал я вот на самом деле и не очень помню какая вторая я как не заучил популярность при процессоров по статистике code pen вторая 3 недостатки wordpress это ты помнишь да это это я прям запомнил сильно погнали ну вот вообще конечно я не помню мы в прошлом выпуске говорили в громких темах недостатки wordpress или нет а вот кстати не знаю а про скроль там наверх я вот даже интересно говорили что я помню же что мне уже приходило в голову что недостатки wordpress нивелируется достатками хостинга она кстати да это у нас вечная тема но привязать к при процессором при процессоре тоже на хорошем кость хостинге лучше работать а там в хостинге хороший процессор стоят вот вот действительно да а теперь а какие именно хорошие процессоры узнаем в нашем новом джингли уже не новом мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов хостинг провайдер smart tape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием ослепительный комьюнити проект его дизайн рекомендует услугу аренда vps сервера которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне тунтудум так тунтудум мы сейчас делаем вид что не видим нашу шикарную обойку погружаемся прямо в тему дизайн до 1 влог у нас как водится дизайн и первая тема называется пропавший гайд градиент миссинг мануал до сих пор не знаю как переводится утерянный утерянный да то что вы все время хотели знать про градиенты на боялись спросить его дать это избитой фразы это скажу автор питер мали моя их моя вещь практически пить ему линии практически питер пятигрюд питер вудман еще опасно сейчас было ну так вот в общем говорят о том что на блоге креатив марки для наших слушателей уточню они то не видят где говорят так вот что сейчас градиенты дескать в тренде так на мой взгляд градиенты были в тренде в принципе всегда я сейчас прям припоминаю вот этим за как бы это сказать установщики инсталлеры в которых верхняя панелька была таким синим градиенте до 105-108 линде я и конечно еще помню как там вот эти полосочки заполнялись зелененькая синенькая лето некая слева и там не градиентом конечно такие квадратиками просто заполнял вот потом в xp прогресс бары появились градиентами зеленый может быть даже семерки семерки был preloader который именно вместо часиков уже кругляшок синий тоже был с градиентом был был так что так или иначе если эти продукты microsoft а градиенты они в принципе всегда были я думаю вот если посмотреть в apple там у apple даже на скевоморфизме когда еще вот вспомни иконку upstore она такая с выпуклым вот этим бликом было но под бликом то был градиент голубо-бело-синий то есть используют это везде это просто я так понимаю это довольно природная хрень если ты смотришь на какие-нибудь лужи именно на лужи или на небо да ну вот не именно лучше почему-то сразу такое вот у меня настроение дошла на лазурную гладь там водная на луна на лужи там же тоже все довольно мягонько перемещено если туда бензином капнуть и такое это вообще хороший градиент это еще если нюхнуть бензин и вообще будет хорошо так вот здесь нам показывает инфографию ну кроме того что в самом тексте есть текст простите за тавтологию есть еще инфографика так здесь креатив маркет нам говорит что в первую очередь давайте посмотрим так скажем на терминологии есть color stop так стоп это я забегаю вперед я прям я-то учил наизусть просто все перепутал местами какими надо рассказывать если не пишет что как и любой тренд лучше конечно использовать в меру если вдруг все у вас состоит из градиентов то наверное вы пороли все-таки них 0 бензинчику перед этим так меня аж аж звонки у меня пошли про такие темы ну так вот нам здесь показывают как раз парочку примеров пиксель вузер какой-то симот д д ангадир бэйс диджитал аудио вижу продакшн и джинс но на самом деле вот такие вот красный желтый градиент я их много где виделась но я считаю на правом еще не перебор а вот на леон да плохо там бром даже уже текст дерьмовый виден да кстати да внутри текста это тоже градиенты правильно подметил ну перебор не перебор а мы учим так скажем терминологию color stop это непосредственно места в которых цвет является самым насыщенным нас от красного в белый перевод то вот самый красный это color stop красный самый белый это это белый может быть несколько то есть если нас градиент тройной за из первой из красного в синий синего белый или у нас какой флаг белый синий красный вроде бы у тебя аппетитис у меня радужный и там без градиент нормально прям перед палочкой доход аппетит говорит о том что иногда градиент бывает так скажем фотошопе это не новость мы для масок часто используем чё черно-белый градиент точнее черно-прозрачный когда у нас из полностью черного в полностью прозрачный приходит а все с тоже используем аппетит нам какие-нибудь понятно но аппетит и градиент ну тоже мы можно из rgb а 0 0 1 0 0 0 0 полностью так согласен нет point просто это место посередке между двумя цветами место в котором вы хотите чтобы цвета начинали смягиваться да 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 ну линейный градиент мы все знаем просто из одного цвета в другой вот такой ну здесь для уважаемых слушателей просто представьте себе помнишь вот не это были был момент когда продавались батарейки где-то мог пальцы приложить и там хоп шкала ты казалось да насколько батарейка за вот мне почему ты только это сейчас представляется когда я хочу слушателям объяснить что я здесь вижу отличная что я до бензинчика все-таки не хнул перед подкастом не нормально угловой градиент похож на радиальный только радиальный он просто от центра в стороны солнце к сердцу так и наоборот вот но тут он просто по кругу то есть от фиолетового и по окружности хоп желтый то есть я кстати даже на хрена такой общий хороший вопрос кстати как это просто как будто это знаешь как этот на диаграммах пай именно да пай чарт ну блин да то есть с одной стороны супер распущенный переход а тут хоп и четкий четкий пацан сразу спорю и с негативно радиальный градиент все мы знаем или как круговой но нет радиальный наверно по-русски есть даймонд градиент алмазный даймонд очень сильно тут прям просто градиент в смысле что центр а вокруг него угловатая какая-то форма там будет а квадрат там шестиугольник бенди здесь говорят об артефакт иногда градиент не супер плавный а вот так на шажочки разбиты как в радужном флаге 5 но здесь написано что лучше добавить чуть-чуть но изи как изображением чтобы это скрасить крабы для согласен значит будет как будто у тебя пикселизована все и дерьмо и бмп и шпек шакал да просто я не а ну как бы если ты просто в хороших так скажем редакторах графических что-то будешь делать там такого и не будет ну да мы лет не собственно как добавить градиент на примере иллюстратор хотя бы собственно фотошопе точно так же делается здесь два примера в иллюстраторе и всес сразу отлично как будто больше нет вариантов но не важно иллюстратор есть инструмент градиент вы проводите выбираете но вообще легко ну да и собственные фотошопе фотошопом на том же ход кейш ты paint bucket если угодно которые за заливочку делаю так вот все сессии то есть да разные эти синтаксис я замешкался from bottom to left там и так далее самый последний хромовский там и просто да кстати вы найти можно просто написать знаешь онлайн градиент css декодер практически согласен я помню даже мы вообще в бытность только начиная не паблика мы кучу таких сейчас подобно недалеко ушли от такого но раньше совсем уж прям будем генераторы кнопок надо даром теней вот это все он тогда еще только css 3 модули пошли поэтому так сказал как будто мы еще тогда в штанах вареных ходили так и было воскрешенных еще ходили мафон вот так носили но здесь написано вообще градиенты лучше в дизайне максимально простыми использовать то есть но например как бэкграунд незаметно вот здесь хоп мы смотрим с тобой инфографию а здесь же градиент на бэкграунд и мы дает не замечаем нам как бы приятно а вот это из-за того что градиент ах и не так вот не используйте больше одного и можете формы придавайтесь вот здесь в виде трех точечек а градиента для них общий ну то есть фотошопе можно маской сделать там все сессии тоже как-нибудь можно по разным клипа сам хренов там и так далее и прочими пнг шками отлично так вот и мы как бы вроде его еще более незаметным делаем но мозг-то наш понимает что это градиент ему хорошо а мозгу хорошо градиента это правило но это это мы взяли за x пусть x это мозгу хорошо от градиента ну кстати если конечно градиент такой вот скромненький как они советуют то это нормально вот когда действительно ну понимаешь да здесь будет дальше сказано что надо понимать из каких цветов делать градиент из красного в зеленый черного белый ну да то он будет конечно прям заметен ну да но у нас здесь будет через две темы как раз тема о том 5 способов добиться большего контраста вот использовать градиент с color stop ами на контрастных цветах здесь написано не больше трех цветов градиенте использовать чтобы более или менее нормальным ну и четвертый пункт монотонные градиенты как это не парадоксально работать реально круто то есть это реально работает да мы кстати не сказали сколько времени по челябинску было когда начали но когда мы начали 10 до полдесятых это я проще вспомнил так вот и здесь после вот этой инфографики нам немножечко текстом расшифровывать то же самое на самом деле но она тут собственно даже со скринами из иллюстратор не хрен собачий пара комментариев thank you good article причем креатив мейкер какой-то как будто админ админ опять же как у нас вы шутили в комментариях им понравилась шутка что у тим кука учетка админ админ да вот креатив мейкер это тоже как будто просто скрете в маркетах . да да так вот следующая наша тема она на русском языке парадоксально от юзера с именем нэнси панг напали на русском с медиум точка ком чем нэнси панг а настоящими оля окей почему нэнси панги в миру да неважно в общем на самом деле тема вот сама статья я когда я прочитал только в конце понял она в основном про ios дизайн за не очень про так скажем веб но про веб есть небольшое ответвление и мы как бы на него сделаем упор хотя на самом деле какая хрена почему стоит избегать гамбургер их меню и как это сделать хотя казалось бы мы пиарили вот в том-то и дело а по мнению оли все прекрасно знают о слабых местах этого паттерна но какое может быть решение кто прекрасно знает о слабых местах под но видимо в дизайне приложения это дурной тон использует нигде кстати в приложениях нет но вам были за именно в нативных приложений ну да представляю я сходу могу представить что все отказываются века даже нативные ну я пока у меня нету да у нас не в брови в глаз меня удел я щас зайду в фейсбук и скорее всего там уже лента тоже а вот эта лента который по горизонтали скроет также как в ютюбе то есть уже все отказываются да действительно недостатки кроме шуток да ведь реально отказываются так ну окей может быть есть на то какая то причина мы с тобой обсуждали вот эти меню которые я считаю что вот это можно как хамбургер ну да здесь мне никита так можно и вот это 2 там просто справа снизу хамбургер и справа сверху еще там чего человечек ну короче видимо я они олю не читают и не знает что это анти по мне олю а нэнси панк на самом деле это перевод how to avoid hamburger menus танец и панк и виринат шейхуддинов они просто над переводом работы мы смотрим где оригинал вот там сейчас будет на кунге говне это да а им же брю какой-то . помню на каком-то говне но не важно хорошо здесь есть несколько прям подтверждающих статей почему боковое меню может стоить вам половины пользы они предпочитают думать я вкратце скажу что на самом деле немногим не очевидно что это хотя мы наоборот с никитой в этом подкасте рассматривали темы в которых наоборот все я что уже настолько люди привыкли что это меню что все на него все равно жмут и так далее мы даже рассматривали если есть гамбургер меню там нам весь остальной контент нужно как бы вертикально располагать потому что уже привык юзер там было да да ну вот опять же мы возьмем за x пусть x это проблема гамбургера меню а именно низкая обнаруживаемость малая эффективность конфликт с навигационными паттернами платформы дескать в ios есть встроенная типа меню хотя там хамбургера уже нигде нет но допустим так и типа юзеры конференции это или нативное меню или это именно из приложения или что-то еще или и 4 мало понятно с первого взгляда то есть в принципе на самом деле все четыре они просто высраны из пальца откуда но мы не будем этого говорить не скажу тут собственно каждая из них расшифрована и самая главная причина которой я считаю не притянута это то что нас от контента в самом меню клик все-таки отделяет то есть мы не можем сразу все разметом кликнуть придется а вот в новом приложении youtube там надо по горизонтали скроллить такую хрень и ты скролишь именно текста просто скролишь главное настройки там туда-сюда и вроде как это сразу понятие потому что ты первые три уже видишь можешь там по скролли туда-сюда и все ну вот я хочу в защиту гамбургер меню сказать знаешь что что очень много премиум тем которые какие-нибудь там на team forest я не знаю где я просто видел что есть темы которые даже без основного меню идут а сразу с гамбургер меню и тебе нужно дополнительно нажимать но у тебя и у тебя выпадет и мы и на мобильном и в вебе будет гамбургер меню да согласен и такое видел но они опять же нэнси понг не читали ее переводчик как так вот конфликт с навигационными паттернами платформы она говорит видишь вот если добавить здесь гамбургер меню то уже перегружен бар так скажем меню бар ага и типа фу-фу-фу ну короче мало понятно с первого взгляда это значит что на нем нет никаких уведомлений то есть надо вокруг гамбургера еще какой-нибудь push иконку там количество а количество чего это тогда будет если это иконка конвертика сразу бы то и количество сообщений а вот в гамбургере чего колесе ну короче наверняка у них есть какой-то смысл они приводят в он там пример меню twitter который действительно крутое наймлайн сентификации с месседжи с ней и там у них как раз есть сразу бэджи сколько там простите чего при том что я бы даже месседжи смог бы и убрать потому что блин туда все равно реже заходит чем в таймлайн согласен ты скучаешь по в курсе возможно я помню ты ее использовал я никогда не использовал надо и здесь как раз практически у фейсбука показано худи по хэштегу там вот этот человечек на фоне гамбургер меню и слева еще одна гамбургер меню но это реально какие-то дерьмовые примеры просто пока надо просто понимать что блин на вот эти три палки на гамбургер меню ты должен вешать все-таки менюшку а не знаешь что-то рандомное ты там находишься в приложении грубо говоря какой-нибудь действительно фейсбук и по гамбургер меню тебя выходит не собственно менюшка у тебя выходит какие-нибудь контакты твои друзья но это бред ну вот здесь они оправдывают facebook между прочим что гамбургер меню это мор и тут хотя бы подписано мор я все еще не влезла вот в эту ленту по мне горизонтальную там хотя бы можно искать скрыть тут скрыть туда но может быть в общем очень спорно спорно запишите в комментарии здесь много написано и здесь как раз а то о чем я говорю горизонтально двигаться там есть внизу на приложении типа инстаграма показывают нам вот эти но да ну то есть руки приложение руки напишите либо вы за нэнси понк либо вы за сторону в которой вот я бы я вот лично мне нравится эти как бы так скажем мета обозначение прикольно как вот вайфайка ты всегда понимаешь как выглядит вайфайка на телефоне обозначение из трех вот этих волн типа сверху и ты уже начинаешь понимать и ты везде уже видишь и тебе это вайфай как бы это прикольно такие мастер я тоже фанат унификации так скажем чтобы были интернациональные символы которые в любом языке сразу пользователь понимает что от него хотят и здесь кстати в конце приводится пару твитов так вот например марк отто который сейчас работает гитхабе до этого работал в твиттере на бутстрепом такой слабенький чувак плохо да и код он и пишет если типа это полное говно типа чё тогда использовать вот именно он имеет ввиду для фреймворков типа бутстреп надо иконку меню ничего тогда использовать то есть ну блин для некоторых вещей по-прежнему нет нормальной альтернативы и в принципе пока быть даже и не может баня и на самом деле мне кажется что вся суть ее заметки в конце дом а вообще есть приложение ментальные заметки под ios в котором все там прикольные то есть это пиа еще без пальцев нэнси pong она же не разработчика на копирайтер и переводчик опирайте ли они что они пытаются нам в паре чё вот она конверсия то пока к согласен ну мы-то не купимся поэтому следующая тема в рубрике дизайн 5 способов устануть ваш контраст в дизайн пожалуйста много так скажем очевидно у нас вот как всегда есть столпы на которых наша тема дизайна стоит первое это креатив маркет блог это блок дизайн шаг ты имеешь ввиду хижина дизайна да хижина дизайна как я люблю здесь говорить для наших зрителей слушателей и они кстати все и креатив маркет и дизайн шаг в таком зелененьком зелененьких тонах и сделать а у дизайн шага всегда да такой дизайн нет они до этого он у них был довольно по 90 но в тех же тонах то есть он просто был не адаптивным и говеным а сейчас он кстати очень крутой но там тона те же самые просто как бы сама разметочка чуть изменилась стала так скажем более современной это конечно такое так статья ткай казинская вина она она всегда пишет на дизайн шаг то есть у них два автора топик аксессибилити между прочим отлично то есть доступ доступность для тех для кого простыми способами что-то недоступно год пять способов увеличить контраст в вашем веб-дизайне для чего нам вообще нужен контраст для того чтобы или показать разницу между какими-то элементами то есть допустим на миниатюре записи так скажем здесь девушка и мужчиной чтобы нам мы не только по форме бедер и по обуви поняли кто женщина кто мужчина их разделили цветами очень контрастно мы как бы вопрос уже не осталось первый способ точнее первый первая причина это да а вторая это такой контраст выделить что-то одно то есть не показать разницу а просто реально выделить как-то какую-то вещь и показать почему именно она выделена допустим рекламируешь ты уже к слову о копирайтера какой-нибудь свое новое новую бумагу для принтера так и ты всю бумагу рисуешь такую черную дерьмовую как она для экологии хренове твоя зелененькая она там экологичная до креска итоги работа на только из больных деревьев сделан когда и так бы умерли а так и переработали они хоть службу послужили так должна быть именно вот такая дерьмовая тоненькая бумага в которой даже обычные чернила насквозь просвечивает до которой можно в туалет положить согласен так вот первый способ увеличить или уменьшить вау недавно по телеканалу чей это не реклама как раз показывали кино дорогая я уменьшил детей дорогая ничего ребенка супер старина до 90 и и там просто у меня еще телевизор 100 герцовый опять же не реклама как рост и я прям смотрю как во дворе как мы с тобой любви что как во дворе и там прям вообще сильно когда я прям вижу что чтобы практически с руки снимали ну смешно смешно так вот здесь нам показывают на примере сайта little flyers маленькие летуны вау практически шептуны еще так вот и текст черный он просто крупный поэтому он сразу контрастный и здесь другой пример вот вещь кнопочки find out more на самом деле у этого текста размер такой же как у минимума кейшинс философе программе но из-за того что там добавлена рамка нам кажется что текст больше но слушай по-моему там все-таки нет нет но тут написано за айтем датс дефон бикамсты и медиа фокал не а расстояние между буквами например не уверен может быть от кернина пора ангелина написано что шрифт одинаковый ну да может потом я могу процитировать look at the website for little flyers above pay particular attention to the text based navigation at the top of the page and buttons at the bottom of the screen короче говоря одинаковые кнопки и навигация сверху так просто потому что рамку добавили в кажется что текст больше второй способ добавьте немного текстуры выделил вокруг текстурку вокруг контейнер и контейнер сам собой же выделяется заиграл и спешит несмотря на то что во флете в минимализме как бы сказать не очень это используется но бывает встречается и вообще часто мы вот даже в паблике выкладываем именно эффект когда ты на сам на сами буквы накладываешь текстуру то есть не вспомни такой полосатый текст да то есть не обязательно на контейнер накладывает текстура она как бы с флэтом действительно не очень много полосатый текст на фоне какого-то другого там даже в материал дизайне а такой прям приколь прям озорно как бы sky как то есть какое-то слово уэмзи и я не помню как переводит лихое короче говоря 3 изменить и форму вот здесь написано посмотрите на изображение сверху ну то есть у короче вот где стол деревян чё г первое вот вы видите и вот я честно скажу я первое вижу вот эти вот стикеры короче синие бумажки я ру я руку их вот и руку а керри казинс видит кругляшок со знакомым просто потому что все типа на картинке квадратные только это круглая рука особенно квадрат но она людей может быть просто невидимая думаю что люди все говно просто биоматериал биороботы она смотрит так и на предметы но очки тоже собственно не квадратный но короче вот я прям кругляшок с вопросиком сразу приковывает взгляд и типа вид просто потому что он круглый сразу же о нихрена еще и прикольный гир что кверх ногами мне прям вообще нравится она так пишет и снова attention driver если угодно в следующий раз если кажется что все как-то скучно и беспонтово и плоско скруглите края у америка или фото в рамочку в круглую поместить вместо квадратный ну конечно вашим не в черный такое вертикальное фото сделать обрежьте что-нибудь ну да и хорошие такие советы нормальный 4 вариант добавьте цвет или уберите его иногда можно сделать черно-белым именно black and white я имею ввиду и для цветной фотографии будет типа контрастно просто потому что ну допустим у тебя супер желтый с каким-нибудь светло-желтым на фоне заката и она не так контрастно к сделать черно-белый буджи реально градации серого и они могут более контрастно вы но мне значительно больше мне сразу появится город грехов так и помнишь там же фильм черно-белый но иногда хоп и какая-нибудь деталь и типа помаду я его грин красный сразу прям еще супер контрастность вот это и так отдыхала и здесь вот в ловишь салон и за счет парикмахерская тут точечка красная и прям сразу приковывает к бедрам вот это вот девушка в центре приковывает он пишет что как бы с цветами тоже нужно аккуратно но нам показывает классическое цветовое колесо color wheel теплые цвета холодные цвета говорят что можно выбирать либо контрастные комплименты напротив друг другу которые находятся либо триадик ну грубо говоря который напротив 3 для наших зрителей фиолетовый оранжевый и зеленый этот триадик будут потому что они на треть на три трети делят color wheel и сплит колы комплименты полуконтрастно это когда у тебя два цвета с одной стороны и один напротив них другой то есть голубой зеленый и оранжевый темно-оранжевый так это опять же к вопросу цветовой теории все мы понимаем что контрастов цветовой теории можно по-разному достичь то есть не обязательно теплые холодные напротив друг друга а просто даже в рамках монохромного цвета супер ярко-красный насыщенный супер бледно-красный тоже будут довольно контрастные зависимости от того эффекта кого хотите добиться и пятый способ сделайте что-нибудь неожиданное то есть просто ниггера используйте картинку и все это достаточно неожиданно кто их будет использовать не но я согласен достаточно неожиданно что он именно the power of touch он касается как бы букв то есть ты думаешь здесь то что он черный или она это совпадает все это нормально мы полерантно в этом подкасте остановимся хорошо пусть будет так ну здесь нам пишут что например использовать и нарочитую нарочитую это правильно да то есть которая прям бросает сильно вода нарочитую асимметрию использовать я согласен а вот например вот на второй картинке здесь типа что буква ай хоп и не инверно во первых рачан касается она касая вторых она просто куда черточку провели зачеркнули случайно да да то есть прям вот ченен за ориентей шин он лайн менту фан элемент архитекс ориентей шин прям чем прям с я не прям как-то тема да какая скользкая на дизайн шек я буду более тщательно подбирать следующий раз это мы прям у нас же в подкасте клин у нас скоро эксплисит пойдет не 18 плюс только можно будет слушать а сегодня будут темы которые эксплисит возгласить да ну короче вывод делайте контрастно потому что это прикольно вы можете сменять акценты в ваших дизайнах так скажем переводить внимание читателя зрителя слушателя кого угодно вашего пользователя вашего гость значка кафешка для клиента и гости под вашего гостя в другое русло в какой ходить круто так а собственно же есть еще одна у нас еще две темы про дизайн причем следующее вроде бы про ноу-джест ну просто новый логотипу ноу-джет так честно скажу ну чуть-чуть обновили чуть зеленый не такой ну-ка давай сдавая до прошлый да я вот сейчас гуглю ноу-джи слога ну ты можешь сразу видеть прошлое вот я 3 открыл вот вот это ага то есть там такой прям травяной зеленый но тоже все в виде таких шестиугольничков здесь преемственность сохраняется но здесь более холодный зеленый использовать такой изумрудный так скажем практически как на дизайн шейки хотя на дизайн шейки и травяной тоже там такое в общем я должна более взрослый он стал джейс вниз убрали о джейс опустили прям смысле этого слова воду подняли ноду подняли на возвысили на быть сам как черт над забыл слово над ну кузичев последний предпоследним глав радио использовал над над обыденностью нахрен возвысили но на добыденностью то есть начало скриптом кстати кроме того что возвысили над обыденностью еще им вот это о которая в ноута она как бы более детально его нужно рассматривать то есть они уже на реальный изумрудник они сервером да они все могут позволить уже такое замысловатое лога делать не как раньше в тупую ноут же за могут уже сейчас поиграться возможно они от флета уходят во флэт 20 помнишь мы пару подкастов назад обсуждали что надо чуть-чуть детали уже начинать добавлять все же у нас по спирали движется скоро опять ну так вот но когда мы так мельком просто вот 23 февраля одно столько прям вот подарок мужчинам опустили джейс отлично следующая тема фейсбук обсуждает одно из самых так скажем заметных наверное своих x изменений за все годы то есть я прям год прям но они предпочитают думать за все 7 лет существования фейсбука так ну давай точнее за все 7 лет существования лайка потому что именно в 2000 рассказываю фактуру фейсбук сменил во первых ориентацию во вторых систему лайков немножечко расширил теперь можно не просто палец вверх поставить а выбрать из шести эмоций одна из которых как раз палец вверх мы помню еще даже до того как я переехал то есть полгода назад мы где-то с тобой обсуждали что они обкатывают и нам даже в комментариях писали что обкатывали на в ирландии то есть вот в ирландии уже тогда было это доступно смотрели как скажем как работает и вот наконец-то выпустили в релиз и так вот 2009 году фейсбук представил свою знаменитую кнопку лайк с пальцем вверх и прям вот нарицательным стал лайк мы же сейчас прямо это везде мы даже на твиттере даже когда были еще звездочки мы конечно вы говорили фейворит ну да поклонники twitter но многие-то говорили лайкни меня там на твиттере то есть прям и такое было навыка всегда были сердечки вы все равно все говорили лайкнуть возможно как бы фейсбук давал так скажем знать и нам говорят что вот мы в 2009 представили этот лайк но говорит это не единственный вид взаимодействия который возможен и вот здесь прям такая цитата глубокая под not everything in life is лайков не все в жизни можно за лайк да вдруг вот кто-то не дай бог пишет там у меня умер там дедушка не дай бог отец там и ну много же таких типа шуток когда вода и там 100 человек это нравится да как бы вроде они поддержать хотят но выглядит прям достаточно так прям режет слух но и слушай и фейсбук же умудрились разделить на несколько эмоций это не просто там какие-то две-три а вот прям они как бы нам заложили несколько паттернов по которым можем как бы за отметить пост залайкать до автор поста джофф тихо 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 русский что ли так вот но непонятно он относится к фейсбуку или нет он пишет прям от нас типа вот мы сидели и думали так вот они сидели и думали целый год они вот это продумывали год прошел между тем как видимо цукерберг поручил позвонил хотя написано mark brought together то есть марк собственно цукерберг же сам да то есть что-то я все вот как раз цукерберг сказал надо типа чуваки это улучшить лайк и первое что они придумали такие ну блин у нас как бы это прям бренд лайк нам от него отходить нельзя типа надо как-то давать другие реакции у него это самое простое чем подумали это давай дислайк и палец вниз но это типа грубо и мы горит не хотели вообще в нашем нашей уютненькой соцсети использовать грубости и там и дерьмо так мы подумали что не дислайк это не очень и вообще здесь было сказано вообще как вот люди будут эти реакции выбирать они же должны в тот момент когда их выбирать как-то их тоже прочувствовал прям пропускать через себя и так далее и они столкнулись с такими вещами что она вот на всей территории фейсбука то есть во всем мире я без преувеличения даже в папуа новой гвинеи возможно пользуется фейсбуком какие-нибудь богатей губернаторы да они должны быть прям вот международными эти реакции вдруг там где-нибудь когда грустят не плачут а просто там и не знаю полирается первое чем не в голову пришло должно быть прям супер универсальным и кроме универсальной должны быть самые широко распространенные эмоции а вдруг где-то не грустят и они просто не буду отчеты загрузить всякое может быть и не пишет мы ведь чтобы проанализировать вообще какие то есть нам они собирали так назовем big day to wow да и первое что не проанализировали это топ стикеров то есть вот фейсбуке же стикеры добавили ну пару лет назад может быть больше я уж не помню да 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 они причем какие-то вообще прям но они противные они не сильно вписываются сам фейсбук меня не бесит и вообще согласен но они проанализировали топ стикеров которые используются чтобы понять какие в принципе эмоции опять же высказывают и здесь на ваших экранах уважаемые зрители вы видите эти эмоции слушатели попробую для вас продублировать смайлик сердечками вместо глаз ну да ну потом так скажем двоеточие д ну то есть ржака да потом слезки слез потом вау удивление у меня глазки открытый рот потом язычок типа меня меня нет разнилка так скажем просто смайлик тоже на шестом месте потом мышка посылает воздушный поцелуй потом как это смайлик улыбается я бы это смайлик на курка прям зубы да прям как будто человек это упоролся потом смех до слез да потом ха-ха тоже мышка смеется причем это чуть ли не излила истич это точно мышка не собачка ну блин ушки как у том и джей ну да и джей согласие просто такие зубы что потом просто поцелуйчик и вообще сильный ха-ха-ха то есть рофу я бы сказал по форумному как там rolling о там что-то там лакин короче говоря супер ржать вообще не просто ржака супер ржать потом они проанализировали самые используемые search terms для стикеров там в стикерах у поиски и они вот прайску и проанализировали чего этот поиск по стикерам в деле здесь есть хэппи селебрейтинг laughing angry hug то есть обнимашки love's во мне сердечко перевернута sad confused kiss hearts ну примерно одно и то же на самом деле здесь топ коротеньких комментариев они происходят те комментарии которые односложные или двусложные типа thanks fantastic good luck congrats rip nice very nice почему симпатика и в смысле что я так понимаю высказывают отношение к этому как бы сказать вовлече не знаю участность проявляют видимо так и после того как они все это проанализировали они сузили все до восьми так скажем слов первое лайк 2 love 3 ха ха 4 вау 5 сэнд 6 angry и мой confused и 8 ей и по радость на самом деле да мне кажется это прям вот самые базовые эмоции в мире выбран мне кажется если ты выучишь эти восемь слов ты можешь вообще во всем мире хочет изъясняться сможет да после этого они рисовали иллюстрации к ним ко всем и здесь примут я щас открою вас для весь экран картинку она прикольная как они пробовали разное рисовать то есть вот как например грусть некоторых вариантах грузь была голубенькая в некоторых со слезкой до в некоторых без слезки то есть в некоторых прям сама слезка да мне это именно по аниме то есть такая слезка в некоторых ручьи бы то есть прям прям прикольно они пробовали и в итоге остановились вот на такой анимированной хреновине наши зрители видят а слушатели представьте лайк он как бы ручка поднимает палец love бьется сердечко ха 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 там во весь рот ржет смайли ей это такой румяненький уйти 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 все рот открытые глазки сет все-таки у него слезки как по аниме капают а хотя нет там по очереди с разный глаз ну и энгри он краснеет прям такой хмурится но я так понимаю я и пошло в жопу почему потому что его же нету на этом в оригинале то действительно да то есть я и видимо им показалось уже сверх сверх информативно я это видимо они в лайк улили хотя полин меня теперь хочется именно яйкать если угодно ну короче говоря и они потом рассказывают даже есть видос в котором они приложили что эти реакции должны быть расширением лайк кто-то может просто лайкать по-прежнему а кто-то именно эмоций и сам опыт используя не должен стать сложнее вдруг представить сейчас вот есть категория юзеров который жмет на лайк у них выпадывают 6 вариант они вообще ничего не они нахрен я не могу выбрать валю да да мне кажется как-то должна дефолтный лайк должен как-то подсвечиваться прям что если вот ты тупишь уже читай просто лайк не уже хотя бы пальцем вверх и все всегда мне кажется всегда такие изменения не проходят так скажем бесследно и ну как бы как-то это все какая-то часть юзеров будет с конфьюзи на юз будет используя который кстати тоже пошел на хрен его нет в итоге мне понравилось здесь она не еще пишет что должно быть универсально выглядеть везде и приложениях и на сайте это ну это само собой то есть тут как без вариантов и мне нравится здесь скрин где тут стоит тёлка на песке с палаткой так и под ней именно сколько каких эмоций у кого-то злость даже это вызвало у кого-то слезка так слезка но слезка ладно это типа зависть а и злость видимо сильная зависть я не знаю то есть ну да без кого-то по это бывший до какой-нибудь да да бывшая может быть это же фейсбук тут мы толерантны можно было бы я здесь в принципе confused тоже можно да здесь кстати еще он этим скрин опять же как они пытались вывод вот этого сделать то есть либо с портретиками кто какую эмоцию либо общий каунтер и вид типы эмоций либо вот как сейчас получилось около каждой эмоции отдельный каунтер ну то есть представляешь короче вот чувак какой не популярный но я не говорю про звезд а какие-нибудь знаешь топовые блогеры на фейсбуке которые и у них вот 1500 вот таких эмоций как в этом разбираться нахрен мне кажется смысле разбираться для анализа роста ну да а какого там ну допустим на туре можно даже для на именно smm специалисты как мы теперь ну подстроиться выживать и жить у меня вертеться хочется вспомнить такие поговорочки как собственно вот я раз вспомнил эту поговорку хочется вот fastcode design.com да где мечта у них от сенс прям первый контейнер который есть на сайте сверху это вопросу хочет жить и вертеться вот так и вертится ладно переходим к блоку про бабки про бабки и мы начинаем сразу про телеграм у нас большой блок про телеграм как-то получился ну telegram messenger от дурова которые все его знают наверняка уже хотят монетизировать первая тема дур в ближайший год или два телеграма нужно придумать бизнес-модель ну всего-то как бы как бы всего ничего то есть приложение уже давно работает с лета осени 2013 да и пока там не видно на чем они бабки зарабатывают потому что все спокойно пользуются приложение хорошая есть везде и на телефоне и так и веб и вообще все на веб кстати telegram на ангуляю сделан вау и там все уже и гифки можно пить и боты есть еще только нет но всем это знаю вот но нет монетизации как я понимаю ты скорее всего дура просто бабки в трубу улетают кстати подписывайтесь на наш чатик и в дизайн в телеграме точнее вступайте в него чтоб вступить пишите мне в личку в описании так вот к дуров дуров рассказал что к нему обращались известные венчурные инвесторы как бы это не звучало кремниевой долины но впускать их в капитал проекта дуров не стал вместо этого дуров рассматривать telegram как как платформу где сторонние разработчики могли бы создавать собственные сервисы и делить выручку с владельцами мессенджер но это что-то у него какое то знаешь такое видение ну мы все знаем что дуров он тот еще хипстер ну да и он не хочет классическими средствами финансирования пользоваться он просто не хочет чтобы ему дядьки диктовали как развиваться проект а кто не понимает венчурные фонды они дают бабки под процент акции так скажем или под процент тех денег но и они естественно участвуют в развитии это не просто там какие бизнес ангелы которые на халявку бабки дают или все и развивает ну то есть видимо он хочет единолично авторитарно все контролировать получается у него все еще есть бабки потому что иначе он бы взвыл и отдал бы венчурным инвестором ты имеешь ввиду просто бабки на то чтобы поддерживать сервера на которых сейчас 100 миллионов человек в день онлайн да и кушать еще сырую еду ну да на это точно бабки нужно но собственно почему у него есть бабки видимо следующая новость так хотя опять же непонятно откуда эти бабки но тем не менее 15 миллиардов телеграмм или граммок или грамм до улетает каждый день 15 миллиардов мне нравятся картинки постеры очень за своим этим да у них круто у них как бы видимо какой-то из дизайнеров свека ушел сюда может быть он и там и там работает я не знаю но у них похожая тематика как раньше на века рисовали очень было круто там был такой блок сейчас кстати я когда не обращаю внимание был такой именно блог практически собачка да и там было объяснено на разных картинках как что мы внедрили новое мы прошли столько-то опять же миллионы пошли дальше и так далее но это был видимо стиль дурова и каких-то его приближенных дизайнеров которых он утащил от видимо в телеграм я боюсь представить как приблизиться к дуровому если вот вы дизайнер я думаю приблизить как минимум сырое кушать да скорее всего так вот 15 миллиардов телеграма каждый день дальше здесь есть еще опять же в блоге телеграма надпись о том что 10 миллионов активных пользователей 100 миллионов 100 миллионов до 100 миллионов в месяц так то есть это принципе охренеть какой трафик который можно как-то монетизировать переходим до 350 тысяч извини давай новых юзеров регистрируется ежедневно каждый день я не знаю ну ну допустим нет мы мы с тобой здесь челябинске сидим но может быть сан-франциско уже на билбордах телеграм рекламе конечно и кажется им и по всем законам чуваки мексиканцы кинуть вот запаски должны сжигать эти билборды какой реки да 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 ну ладно чтобы ватсап продвигать окей ну вот мы по нескольким новостям прошлись и еще вот есть новость блога телеграма что они там все-таки что-то делают кроме того что они понтуют со своими миллионами они еще говорят что у них channels 20 сделана система то есть у них были вот эти каналы да на который да кстати канал то тоже есть у нас есть и чайник и веб-дизайн и канал на канале просто все обновления постят то есть вы не можете это просто как новости вы не можете ничего там писать просто читаем но вам прилетают из первых рук если вы там на twitter или на вк на нас не подписаны что прям это незаконно ну и вот тут написано что 400 миллионов просмотров каждый день этих каналов я так понимаю или вообще в принципе да я думаю я думаю каналов хотя написано канал за именно они получают да ну вот теперь можно писать индивидуальные сообщения я так понимаю типа как бы меншин и приплать я понимаю можно переотправлять конкретные посты из канала кому-то и там лишь сразу эти головы контактов головы аватар можно сразу павлу собственно и отправить далее можно писать тихие сообщения то есть такие которые никто не увидит его не будет никому пушить это ну да да то есть если вы channel админ и вы понимаете что сейчас неважное объявление что например как у telegram что нас 15 миллиардов телеграммок а просто там ты хоп и стикеры шо то я тебя и вот это сайланд месседжи который прилетит только тем у кого telegram открыт в данный момент я так понимаю далее админ сигна час сигноча я так понимаю можно делать какую-то подпись и картиночку и по как подпись когда когда-то типа заходишь на канал а в принципе практически к это мирка уже пошла у канала может быть несколько админов и чтобы юзеры понимали какой пост какой админ пишет чтобы там кому кому чтобы кому было в комментариях потом стать я хоть и зерны им я хочу тебя детей даже вы не понимали кому это адресовать от кого хотеть ну вот но еще многое другое естественно всякие кнопки для ботов расшаривания стикер а вот это вот именно просмотр стикеров под конец вот последняя последний абзац про то что можно просматривать стикеры какую какой-то постиж всегда хотел вот есть список стикеров и не мелкие да не нужно именно запастись что посмотреть отчетом вдруг на этом писька во рту какого чувака и тут теперь можно на него нажать долго и посмотри его весь экран покажется есть у него это или нет но вот такие небольшие нововведения от telegram и позади смотри кстати к вопросу о копирайтинге конверсии здесь нельзя а вы как раз попробуйте это на примере стикеров хэри кто такой хэри ну-ка надо попробовать я просто даже не нажимал что-то хэри может хэри-поттер и сорки столом сейчас посмотрим ну короче там бородатый чувак такой красный то есть это из к откуда-то что не знаю но вот там в signature там вот как раз все я не знаю может какой мультфильм что-то другое но вот да так окей переходим к последней теме из раздела бабки я таскать бизнес то у нас бабки у нас неформально только малый бизнес друг среди друг гос монополия нам все интересно понять и сейчас действительно гос монополии поговорим новость the verge про убер мы как-то говорили про убер немножко что она нихрена у нас не работает в челябинске напишите в комментариях у вас работает или нет мы посмотрим только в казани работают поблизости причем мы уже просили вас написать в комментариях на что-то никто не спешит полить вы чем на уберете не ездите что ли вы на своих он такси теперь будете потому что потому что в таиланде можно ездить на такси убер на мотобайках я вот как бы мне кажется в таиланде только мотобайки есть но грубо говоря вот эти вот пыльчики которые называли да поэтому я думаю для убера это в принципе не нововведение то есть ты писаешь заказал таиланде позвонил здравствуйте к тепле а хотя какой позвонил . приложение это наверное туда и позвонить можно может и можно но скорее всего в том и суть что всего лишь привода всего лишь приложение к тебе приезжает такой пацан и довозит тебя скорее всего на заднем сиденье как я понимаю ну да то есть тебе придется обнимать его никогда еще так близко ты с таксистом не контактировал базовая стоимость 10 бат и три с половиной бат за каждый километр и это всего лишь 10 центов 10 центов за километр за километр двадцать восемь центов за подачу так скажем поддача но подайте вы не сюда мотобайка отлично и за минуту два цента то есть ты можешь принципе покатать чисто до берега доехать за бакс ну то это да просто ну вот у нас да вот а ты бухой отец держаться еще на а я думаю там наши вообще от души за не держится они возможно отбирают сами едут то да кстати такой вариант ну собственно мы с тобой наслышано что там все дешево вот по проезду по бензину поэтому там на самом деле самому арендовать мотороллер на три месяца это такое наберешь если ты пьяным не хоть а то ты по диварде завалишься знаешь трендинг это кстати смешно ты вспомнил где он просто в бок упал что трендинг надо верч ну-ка наконец-то это случилось леонардо дикаприо получает оскар за какой фильм за выжившего у него единственный фильм в этом году был точно причем вот он не взял я не смотрел выжившего но я смотрел до этого было с ним волк стоит он не взял с волк со стучи он лучше там еще лучше сыграл да может просто уже как бы сказать уже 1 с половиной года за ты работаешь на зачетка потом зачет вас гордить на тебя вы можете тут может быть сейчас возможным у него попрут оскар каждый раз ну не то чтобы каждый ну ты же понять что вот там у каких-нибудь по ним у кого и мишель он порвал оскарную ссылку свою я не знаю у какого-нибудь майкла дуглас допустим допущен коннери я уже уже до хрена оскар ну просто вышли ему там же 70-60 лет то есть оди каприо то еще 40 лизов наверное я не знаю он 70 какого не родился 74 это получается 42 будет в этом году у него все впереди не сильно старый короче зря не хайп поднимали мне кажется еще есть время было бы но он в предстоящем бы повешиваться просто если бы в этот раз да ладно ну вот мы так сплавно с декабря в разработку можем уйти я даже не за не представляем плавно это или нет но все со стрикс что-то отваливается 553 ошибка что было опять на сервере так это надо толстого-то течет черепить инга ну тебя подушка я был пинга ну у нас в рубрике разработка опять такая глубокая статья но про не очень глубокую тему ну-ка это как ну то есть в смысле разбор хороший но просто это не то чтобы свойства позиция в котором можно разговаривать часами так а всего лишь два свойства обчик fit и object позиция на которых можно говорить так минут десять всего лишь это два новых свойства они поддерживаются везде кроме ей но мы скажем еще поддержки браузера в конце для начала фактуру что дают эти свойства они позволяют управлять именно самим контентом внутри тегов имидж или видео как будто бы это был бэкграунд так но только ты же сам понимаешь что внутри имиджи картинка это не бэкграунд а эта картинка и очень часто приходилось использовать так скажем css хак когда мы хотели запилить картинку на full screen например и чтобы она была не край в край там не угол в угол и не сплющивалась вот так мы делали ее на бэкграунд дива какого-нибудь и там делали бэкграунд сайс кавер например тогда да да помню такую вот теперь мы можем сделать то же самое но внутри имидж и на самом деле это даже прикольно вот я как разработчик тем на wordpress кстати пишите мне заказывать так вот говорю что иногда миниатюру записи хочешь вывести перед постом это моё ну по дефолту если не модифицируешь вывод выводишь с помощью имиджи имиджи с рц альф там все все дела и иногда приходится писать какие хаки типа там будет сто процентов хайф ото ну хотя это не сильно хак но вдруг тебе надо чтобы все они были определенного формата и ты не хочешь делать именно пить пишную обрезку подожди-ка а в чем проблема в див то просто вписать одну это хак это не аксесси был если угодно она как картинка скринридерами не воспринимается да ну просто хорошо да да им все таки да чтобы именно им и ты хочешь чтобы она не физически печь пишкой была обрезана в зависимости от экрана показывал тот часть который ну короче вело себя как вот бэкграунд сайс кавер например так появилось свойство object fit и здесь на самом деле есть пример то есть вот картиночка и она нам нужно бы чтобы она сохраняла соотношение сторон здесь ну четыре к двум да наверно ну хотя да она идеально четыре думала что здесь даже на квадраты поделено 400 на 260 что-то не очень 4 ладно него ли четыре к двум и 6 или два к один и трем не важно если мы делаем вдруг ширину 200 и высоту 300 то вещь сплющивается у нас это бесит бесит и мы можем сделать object fit кавер так и хоп чудеса не будет сплющиваться здесь вот следующий пример на код по не вещь сплющены против не сплющена просто нам показывать центральную часть картинки все чё твои это охренеть вообще я прям всегда был рад что точнее наоборот был не рад что такого нет теперь рад и здесь есть другое так скажем другой пример если нам вот надо пополам сделать грит с картинкой и да два сплющена хуже изображения и мы именно хотим чтобы сохранять вот это 50 на 50 звонок другой помощью можно чтобы не сохранялся да и вот они сделали типа вот высота 100 про 100 viewport height угодно то есть она занимает любую высоту люб на это хоть на телефоне это хоть на компьютере будет 50 на 50 по ширине а по высоте вся высота и мы не можем она все сплющена если мы делаем object fit кавер то хоп и сразу круто были наверно круто и тут даже видно что это игрушки вот на тех на сплющенных не видно что это груши она я нормально честно сказать не приглядывался теперь здесь не вижу что груши какие десна конференция магазины так вот кавер это всего лишь одно из возможных значений свойства object fit так они нам предлагают посмотреть в альманахи остальные и почему предлагает посмотреть они здесь говорят потому что по мнению автора статьи автор не сам крис койер а робин рэндл который уже здесь трудится на сессы хорошо хоть не том на волораду кстати новая книга новый уже в июле ну так вот object fit есть еще свойства фил который по дефолту то есть просто заполнить все пространство контейн которая ну короче она добавит поля либо справа ну смысле либо слева справа либо сверху снизу зависимости от соотношения сторон и кстати мы поля их можем раскрашивать если могу инга сделаем еще background color там yellow например то вот эти поля они желтенькие будут они прозрачны ну это там например их можно будет посмотреть так вот есть еще кавера которым и скейл дан даун это будет сравнивать значение между нам которым будет игнорироваться ширина и высота родители и оригинал сайт показан и разница между нам и контейн и будут ну короче говоря практически контейн только с обеих сторон здесь есть дымки оригинал имидж омчик ты мечфил дефолт на и посмотри внизу объект сид контейн чуть-чуть как бы сказать по стороны обрезан здесь сверху край в край а слева справа чуть-чуть обрезана потому что не вмещается кавер с обеих сторон обрезана просто по центру чтобы и object fit нам он полностью забивает на сам так скажем родительский контейнер и делает этот экшел сайзов и меч и скейл даун он практически фил на самом деле только есть небольшая разница между ну да между общем и вот на нам хрен пойми что такое короче вот автор не знает где использовать что-то кроме кавер на мой взгляд контейн тоже имеет право на существование вдруг вы хотите чтобы юзер именно видел это имидж именно как картинку в в контейнер не знаю вдруг ну да прикольно ладно вернемся к оригинал статье и здесь object position я сразу перейду на chrome почему потому что object position не работает в сапай а по бреду то есть пока опять же не везде ну к сожалению да к сожалению не везде то здесь будет в конце ну полная мы прочитаем в конце статьи будет сказано какой именно браузер и как но да пограунд ело нам сделан чтобы мы видели опять же поля так я я в хроме даже смотрю высота 180 object fit нам специально сделано чтобы никак не включала короче чтобы можно было двигать что делать object position то же самое что background position мы можем вот этот вот картинку внутри инга двигать по вертикали по горизонтали и допустим показать только левый верхний уголок картинку ну и для этого он сделал object fit нам чтобы он забыл о родительском контейнере и показывал actual size of image действительно не знаю как по-русски нормально это сказать реальный размер изображения да действительно несложный object position 50 процентов 50 процентов это по центру сделать да я понял догадался то есть вот по центру и увеличить на 50 и хотя нет нет object position это да это координата центра и 5050 это координата просто центральной точки а поскольку мы сделали object fit нам он реальный размер изображения показать в этом чуть увеличен 100 процентов 150 процентов это правый угол но чуть чуть ниже поэтому есть черные поля 0 150 левый угол тоже поля object position 00 это левый верхний угол 50 120 процентов уже желтенькая виднеется таким-то хреном минус 20 желтенькая сверху виднеется почему при 150 не виднеется желтенькая мне как неясно ну согласись ну должно же быть 120 есть чуть-чуть а 150 нет непонятно кстати да подожди-ка а видимо потому что там 50 и он видимо сместился центр вот интерес неясно в комментариях чем мы не понимаем дальше 120 процентов ну то есть он бы реально правее и он и залезла чуть-чуть желтизну как бы это не звучало и минус 20 тоже по иксу влево залезла желтизну заметно еще если есть бэкграунд имидж то есть если мы не желтой заливкой залили а какую-нибудь картинку то хоп можно приоткрыть там какие-то чуваки бывает здесь сразу напрашивается так скажем ну как вот спрайты мы делаем на бэкграунду с помощью background позиция моих двигаем вот можно с помощью object позиция двигать спрайт она уже в инге они в бэкграунд так и здесь на и свечи сделано то есть вот пример с буковками а б и ц если кликать то он двигает картинку с вичи и просто вот как слайдер такой организмой но опять же это ну я не знаю заменит ли это gs слайдеры по моему это бред потому что здесь фактически опять же с точки зрения accessibility это просто картинка как лент однако в тенге кинолента такая то есть автор статьи опять же не знает как это использовать в видео но на мой взгляд тоже можно как-нибудь заскриптить хоба увели по наведении на видео увеличивать тот кусок видео на который навел сделать object fit нам и бэкграунд позиция там то есть еще больше извращения с тимон он там он свечи сделал карусельку ну да я такой окей ладно закрываю chrome кулира не крутились это пулирата у тебя крутится у меня все 68 процент градус так следующая тема нам комментариях просили рассказать анонсы веб-конференции мы не будем здесь долго говорить просто причем я так понимаю ты хочешь какие-то иностранные заморские конференции осветить ну счета чего русских много русская есть какая-то стачка там в апреле будет хороший вопрос в ульяновске и да и все я не знаю я яндекс кон я конкур или как там они называют ну а это я думаю сами все знают но вот посмотрите еще и вот этот вот пост на css tricks его сара драстнер нам написал еще 3 декабря пятнадцатого года так ну здесь вот были в январе оказывается свечи саммит и gs remote он свечи саммит сильно звучит да на некоторых даже есть цена на свечи саммит от 120 до 179 баксов и представляешь среднему то фрилансер по россии 120 баксов ну а стоит среднем фрилансеру просить доехать где я сейчас просто интересно где проводится свечи саммит возможно водился так еще не могу найти возможно просто средний фрилансер по россии живет день в сайланд и там ездит на мотосайкл а ну да тоже может быть кстати сара драстнер она была на свечи саммит поэтому и пиарит видимо видимо это все опять же только опять же везде копирайтинг не я не могу найти в каком городе перческие тики сна учат жму по связи здесь на команду может за 479 может быть это онлайн конференции можно всем классом эти ты можно всем классом до с преподавателем собрать деньги фонд школы еще феврале тоже есть несколько вулок и акт ческон что ого здесь просто название форвард до 10 февраля в мой день рождения чисто поехать сан-франциско здесь кстати показано где она из а локейшин онлайн вот я тупой-то искал мне сюда электронные надо билеты покупать видимо javascript сами пора или флюин вот вот это я бы сходил то есть там целых три дня с 8 ну там и билет же там цена мой 600 баксов можно в сан-франциско можно все книги скачать бесплатно просто с пиратских сайтов но зато тут три дня и там может кормят полный пансион вечером бассейн сауна и сколько можно нажраться на 1600 бачей ну может быть в том ресторане в котором накрывают и нисколько так как музей по утрам выпить а вдруг там буду за счет подавать вот с обложек о райли именно вот этих птиц я понял да и вентапарт тоже он или стопарта я считаю с машинком то есть в марте прямо сейчас супер конференция машинком всего четыреста баксов между прочим мне больше нравится в каких городах в нашу или просто поехать в кепочках почему не написано в каком штате наш видимо нашел все знают это как как москал на оксфорд вот югей показано 1 на руке и на этой киеве что надо слишком сильно человек 20 февраля в индии в нью-дейли конференция джейс лаварс оттуда и следующая действия у них кстати даже сайты нет потому что еще пишут еще на счет она ходит м бекон в портланде плейте кон ну короче говоря их много разных посмотрите этот пост мы не собираемся кстати и вентапарт и в апреле будет с машинком то очень как до хрена то есть если вы находитесь в соединенных штатах америки возможно вам очень легко попасть но знаешь с машинком в как раз марте она в юкей а в апреле то она в сан-франциско и в юкей всего 400 баксов куда-то сан-франциско 600 а потому что геи могут заплатить видимо больше опа там видимо это самое все включено представишь дура взойдет нас машинком я вообще с геем тогда обозвал получается нехорошо женском уругвай есть 15 апреля как будто первоапрельская шутка уругвайщик и конференции ну в общем а есть и раша давай попробуем сразу есть екатеринбург раша фронт фон токс так фронт окс нам приезжали в чили я раз я помню охренеть прям это серьезно оказывается ну а потому что олег комментарий добавил и сара драстнер пошла ему на стресс к окей добавим а увижу олег причем на фронт-токс руги дали сайт только на лейне и 2016 фронток 2000 но стали им давать ссылку то есть видишь и в россии могут наши зрители слушали сходить да пишите в комментариях на какие выходите конференции выставки музеи это интересно кино мушку и дедпула может посмотреть они выжившие хотя бы но с никитой не видела кстати напишите почему получил левого оскар да и вообще с этим куличи в твиттере опять же слово кузичи написал я не понимаю какого хрена в русских соцсетях все обсуждают по американскую конференцию и вообще типа и всех поздравляют друг друга с тем что дикаприо дали оскар не а знаешь у нас короче набор у нас знаешь как у нас если все не подтвердилось вот у вас это в вас в офисе или где не у нас просто в россии значит ничего не подтвердилось в оскаре там чё ты какой-то бред победил выиграл да это правда это все купили а если победил какой-нибудь дикаприо по прикол во классно классно все вот вот такая реакция у нас любят дикаприо я даже не знаю из-за чего из-за титаника или из-за банки нью-йорка не лучше там какой-то на четверть русский по бабушке поэтому ой ну давай хорошо я щас не буду хорошо хоть не другой code pen популярность при процессоров по статистике пожалуйста это причем крутая тема я считаю в принципе при процессор это крутая тема действительно смотрите наши видосы процесс так вот крис куэр пишет что мы как бы пару лет назад тоже такое делали анализ но тогда у нас и миллиона пенов не было часто уже 6 миллионов часто нам типа проще анализируем есть чем работать да и первое график пай чарт если угодно это html при процессор и 90 почти 94 пленов не использует вообще html при процессе на code pen я их тоже ни разу но это да это блин это ожидаемо но самый кстати популярный среди не используемых это хаммл ну это между прочим его сделал хэмптон кэтлин который и сделал сад который кстати на четверть за который на 100 процентов нетрадиционный чувак ну и есть еще джейд который для но для любителей mortal kombat а видимо скорее всего ну-ка джейд темплей для чего он изначально был придуман мне кажется что для аккуратно ну-ка но вот в темпле да для но джейс я был прав хорошо пишите в комментариях каким вы html при процессором пользуетесь если каким-то пользуетесь их и не больше уже прям вот по-английски да и css при процессор на самом деле не используйте с при процессе аж почти семь стрип процента панель я считаю там много преступлений я считаю потому что блин а и в принципе же все за 100 при процессоре намного популярнее чем html при процесса я уже думал будет хотя бы 50 процентов да из тех 920 нет короче из тех 30 которые остались 72 это сас точнее с css еще восемь процентов чистый сас синтез есть еще приверженцы старой школы это вообще именно сас синтез был оригинальным первым и второй версии только в 3 добавили ссс заметь кстати некую параллель 72 процента без при процессора и 72 из из них это ссс просто и там и там интересно же с при процесса 97 пленов без джейс при процесса но хорошо потому что там тайп скрипт бабель кофе скорее ладно бабель бабе сейчас больше он экма скрипт 6 поддерживает и переводит в обычный формат кофе скрипт тоже еще чуть-чуть осталось но я я мы сейчас чуть-чуть проанализируем тут просто был реально крутой комментарий к этому посту ну как и из ну сейчас я просто договорюсь что для наших слушателей они это не видят по и чарты замечательно а из тех скольки тут трех процентов которые используют js при процессора 70 это кофе скрипт 24 это бабе ну и там тайп скрипт лайф скрипт это просто маргинальщина по три по одному проценту так так вот здесь мартин энсти пишет а вот надо как-то анализировать по времени то есть код пенжи уже давно существует тогда еще не было бабе ли например и ну и как бы не очень типа инфа достоверно с его точки зрения мой взгляд пойдет то есть для полноты картины сайты же тоже сайты на которых что-то какая-то технология используется используется же весь массив сайт ну да ну короче пошел на он да хочет видимо свеженький давай за последний месяц померяем бабе ну да у новых но видимо это сложно такое выгружать и кубик дейте поэтому крис кое как то я поэтому крис кое вот пайчардов нахреначал он да foundation for sites 6 и 2 вышел зум за если угодно так статью так то интересная тема да еще в ноябре вышел 60 и тогда же мы пообещали обзорный видос когда будет третий сезон обзорных видосов будет последнем обновлении не добавили экмоскрипт 2015 точнее все переписали на экмоскрипт 2015 начали они еще foundation 60 мы сейчас все прям переписали добавили бабель опять же до компиляции красавцы бабель даже и 9 поддерживались такие штуковины есть пост прямо 6 2 апгрейд гайд котором прям ну как бы будет расписано вот вы используете фонда 6 чем вам надо изменить чтобы безболезненно использовать 6 2 что добавили flex боксовых компонентов то есть можно есть так называемый flexbox mode режим flexbox который можно полностью отойти от флотов таблиц и так далее прям вообще все на flexbox и сделано так ну не знаю такое интересное кроме этого больше нативных html элементов добавили стиле для input type range progress и meter так они уже давно были в html five модулях но вот тут прям для них базовые стиле аж добавили ну кроме этого здесь пишут что там колин маршал нам помог секс в 2015 бла 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 спасибо что работаете ждите нас дальше все будет вот у меня сейчас просто я смотрю на темпу вот эту про фондейшн не интересно ты просто как бы из за того что предпочтение отдаешь фондейшн ты специально как бы будто обходишь стороной чего они там у них какие-то новинки у них просто новинок нет или не мирный блок у них 4 подстрап 4 все еще из альфа не вышел то есть мы можем сказать что вот если фондейшн то взять они вон молодцы делаю его я знаю думаю почему ну-ка потому что у колин маршалл помогает и энди кохран если посмотреть комьюнити как бы шараби они видимо там вдвоем войну возиться и все ну отлично отлично принципе крутая тема посмотрите фондейшн кто все еще не слышал а кто уже слышал использую все да можно приходить к разделу соцки и сего у нас называется давай на соцки как бы иногда соцки отдельно но тут как бы такой симбиоз социума у нас плавающие рубрики ну как бы некоторые из них они перетекают друг друга такие наш градиент а в этом разделе у нас будет много про новый им угол а mp то есть accelerated mobile page так вот первая статья сразу про wordpress причем хотя не раздел wordpress но про wordpress так вот сайт wordpress теперь поддерживает групп google ампи чтобы создавать мобильные страницы которые будут быстрее загружаться намного ну давай сразу фактуру google mp это такие страницы которые как на вк посмотреть которые всплывают прямо практически в цветах google и они выдирают только контентом заголовок из статьи показывает его что прям супер было красиво но я свое мнение еще выскажу тут будет крабление небольшое с блога юастов и там я тоже выскажу пока не ну я так понимаю что google mp относится еще и вот эта каруселька которая будет на телефонах каруселька на гугле когда ты гуглишь то есть как бы такая каруселька из картиночек типа как бы статей картиночки статьи но с небольшим описанием но я-то даже не знал да и вот это тоже это как бы тоже относится к этому каруселька небольшая ну вот короче говоря этот google mp легко вообще очень легко встает на wordpress как бы на wordpress.com на орг не так легко там тоже есть инструкция но вот automatic позаботились и на wordpress.com уже накрутить ну в принципе я считаю что сел хос и wordpress веб-сайт сканал сунайбл mp бы инсталлинга плагин всего лишь ну да да это вот в моей теме будет я прям расскажу пошагово да то есть в принципе мы все привыкли что если что-то надо сделать то надо установить плагин на wordpress как обычно ну ты можешь прибавить луку да и сам конечно может это все писать но смысл если здесь уже много людей работают но получается а вообще-то для на wordpress.com это для vip и customers потому что сачек варс и это вообще для всех лет саппорта и мой дерьмо не только для вейпи поэтому селф-пост это не всегда преимущество имеют они могут кастомить как-нибудь ну блин о том этих был бы не automatic если бы не монетизировал он в отличие от телеграма умеет монетизируется и миллиарды пользователей до расшаривание в минуту и так далее поэтому без вопросов так ну чё бы еще такое сказать там вот в общем ну про wordpress такая небольшая статья тут нечего просто фактура в том что automatic подсуетился и быстро добавил замутился до следующая статья мы кстати недавно совсем немножко затрагивали ампи у нас где-то в подкасте поэтому это как бы продолжение той темы что вот google развивается и развивает свой акселерейт и они именно свой mobile experience развиваются они прямо вот мобильную выдачу и и сильно выдрачивает извините и я думаю потом они они же давно уже обещаются добавить покупки прямо с гугла так то есть будут у них шлюзы точнее откроют шлюзы до партнерку прям амазоновский ты грубо говоря гуглишь на world of warcraft chronicles one книгу и прямо есть кнопка купить здесь на google странице которая ведет на амазоновский купить но google получается этого процент я думаю они вот делают все чтобы юзером только удобно был мобильный google и они вот они может быть даже такую рекламу сделают они скорее всего сделать чтобы тебя знаешь посреди страницы на google и всплывала google ads и там можно было закупить сне ну короче да там скорее всего скоро просто будет хорошо сюда так вот следующая статья search engine land dot com просто слышь слышь что-то статья про то что вот как раз про эту карусель ампи вижу я уже вижу скрин да да вот есть некая карусель который тут кстати сразу трамп поет и не слышит как бы я не слышу вашего не понимаю почему скрин с моего iphone 6s а потому что 6 iphone уже он бы также выглядел форм-фактор но видимо важно что 6s я не вижу ваших рук ну вот но я так понимаю каруселька появляется только при очень частых запросах типа обама google tram и так далее возможно троп тоже google амп это нету карусельки есть только такие быстрые top stories так вот а нет нет есть и комиссия дачи от google строля просто дальше я так понимаю они говорят google life tomorrow то есть в 24 февраля февраля уже запустили не можно посмотреть скорее всего там опять обкатывают только на юсей возможно или на знаменитую сложно может быть опять же на ирландии да классический барри шварц писал противная тварь с бородой мне просто я очень надеюсь что он нас не слушает я извиняюсь заранее представляешь как чувак который узнает что он противная тварь с бородой он возможно опять же повешается но да нет мне просто интересно хотелось бы опять же померить каким-нибудь не знаю чем узнать просто насколько быстрее стало с этим акселерометром акселератором до 100 кудового быстрее просто ну тут эта палка двух концах она вроде быстрее но мы в каменный век типа скатывает ну ладно я не буду забегать вперед да ну вот следующая статья опять же search engine land опять же про а mp how to get start слава богу не барри шварц написал а то пришлось второй раз акцентирует внимание да да так вот ну да они запустились все окей как это работает здесь есть несколько пунктов что вам надо и чтим эльку писать которых ну правильно марка естественно все расписать нам тегах link real а mhtml кто-то здесь дальше написано вам нужно джеску я так понимаю написать какую-то принципе на wordpress это будет в плагине стопудово я думаю что надо просто именно подключить джеску да подключить джеску и сиди чё-то сиденькой делать то есть реально чтобы там кэш возможно настраивать именно но это общину это как бы когда вы хотите да как хотели возможно вас ними практически забашлять из и их сиденьку настроить и между прочим они значки будто 5 они дальше пишут что чуваки а вот как бы есть можно вот на амазон а9 адрактор вот а вот она или нет или они пишут что как раз у них уже есть готовые так скажем интеграции вот с этими сиденьками а если у вас что-то свое то видите но как хотите да да ну вот такая история но у этого будет естественно аналитика посмотреть чё как чё он чё нажимают чё не нажимают я так понимаю к сожалению не полно там наш аналитиком на уровне нажал на эту ссылку такой аналитики типа занес тут курсор почесал жопу но не нажал такого вот не будет не слишком детально да ну хотя какой курсор на телефоне опять причем даже здесь сразу же нам говорят что есть офишал wordpress плагин то есть нам показывают что вверх wordpress много кто будет пользовать ну блин считаются 25 процентов в районке на wordpress и работы о недостатках которого мы еще будем да ну вот тут есть кстати полный марка маркап валиды ну вот такая история в общем если хотите внедрить почитайте статью обязательно мы ее там прикрепим в описании куда просто вот следующая статья с ю а стоит перехвачу не так слова на секунду а здесь сам just и сирается вы длит на амп да он пишет что это все конечно прикольно и реально я уже два раза рассказываю стоит под тачи моего старое первое поколение всех говиона открытся я подумал может быть из-за того что сейчас все сетей css в один файл сгруппированы он весит танкин 15 килобайт это больше чем можно за кэшировать на том старом браузере так вот идем а мы сейчас сидеть стараемся типа чтобы на 2g на 3g все круто работал туда-сюда но амп он нас сильно ограничивает говорит практически никаких анимации еще нихрена мы столько мучаемся над микро взаимодействиями на бью x на google берет и все это рушит просто офигеть причем еще и типа навязывает очевидно что если у тебя этого не будет тот тебя пессимизирует дать они доскролят никогда прошу ты в топ stories ты не будешь первой сельки цена да то есть и все и он кроме того что мы как бы теряем user experience мы теряем еще и аналитику именно вот глубокую аналитику ну круглубок и подожди а он не пишет то что типа ищет он пишет есть вот плагин automatic который везде рекламирует убежно он у него никаких настроек нет единственное что он добавляет это после каждого поста можно писать slash ампи и попасть на страницу которая будет оптимизирована под ампи игорь и все и если чем берет это логотип вашего сайта из-за нативного ворпесовского сайт лога а которая из нас то бы повык он нет артистом нам трампа сделали хорошо какая ну очевидно да и об обрати внимание здесь вот я вернулся в предыдущую статью так там есть так скажем вот когда он жмет на за гарди можно кастомизировать цвет ссылок цвет вот этой верхней полосочке сам логотип так вот о том эти коском плагином нихрена нельзя кастомизировать кроме этого логотипа который он автоматически ловит отлично поэтому если это еще плагин page frog который надо устраивается над automatic of с ким и там тоже можно в настройках все-таки выбирать чё кого потому что очевидно что если вы вручную всю маркап будете писать простите это там то можно все все это кастомизировать как хотите а если вот вы в юас все именно выбрали заголовки и он не будет в методе скрипш не а вот в о г дискрипш не так тогда этот плагин page frog тоже нихрена не поймет и о том эти поэтому они написали микро плагин глю и фо юас все и mp ну клей по-английски кто не знает и здесь как раз картиночка клея типа как склеить юас все и mp вау ангет потом мы через пять шесть месяцев добавим это просто в сам юас всего но сейчас у них там уже машины и не остановить сам понимаешь релиз циклы которые в них не вклиниться никак поэтому они сейчас сделали этот микро плагин который быстро выпустили и поэтому да здесь есть прям пошаговая инструкция первое если у вас есть посты и и новости регулярные то идите на шаг 2 если нет на шаг 7 шаг 7 кстати все готово юрдом так вот второй шаг вы на вордпресс тогда идите на шаг 3 если нет то вордпрессовские плагины замените соответствующими плагинами для вашей платформ если не конечно есть третье станете активируйте а mp от automatic после этого установите и активируйте page frog там можете стилизовать после этого идите в мол в меню page frog это донс и установите analytics to integrate в google analytics так чтобы в google аналитике все-таки как-то ловила хотя бы клики так но используйте я всего если нет какого хрена если до установите глю плагин ну и все после этого глю плагин наш глю плагин как у костыль плагин практически обыдывает какое-то временное решение на согласен костыль и есть костыль плагин хорошо можно перейти к небольшому такому блоку все-таки именно про сего принципе это тоже было про сиона да это что же оптимистер ченчин оптимизация для гласла поэтому но тут то почему все потому что со звук точка ком нашего любимого форума лучше где-то знака гсбук расшифровывает так вот со звук точка ком есть новость опять же про google google пингвин 40 готовится к запуску этот чувак алексис рилько рилько возможно сам чувак с главной со звук а потому что у него ник на твиттере алексео скорее всего так он замахнулся и написал аналитику из гугла зинеп аид бахаджи как бы это не звучало но видимо она женщина потому что на аватарке на или какой-то извращенец да написал хэллоу зинеп практически как и будто они вместе лежат духа в мэйбе сам news about the feature апдейт google пингвин тэнкс анкаре и смайлик добавил да и целор вообще она ему очень сухим вот таким реально ответом как будто она не аналитика как бы комьюнити менеджер и целорган брагаса за момент айкан тэл вилл бирол аут я и минг это сун и заценивать с у нас посему ну короче дождите все будет когда будет когда-то будет ну вот он говорит что видишь они как бы хотели этот пингвин 40 еще в квартале на первом квартале 2016 года релизить гуглы обещали запустить в течение января февраля а видимо еще не совсем готов интересно что даст пингвин 40 поди вообще ничего не будет выдаваться короче просто всех вздрючит и все только google ссылки и трамп останется и все надо гардиан да ну вот следующая статья тоже в принципе со сбупа и тоже про google google против сниппетов страница выдачи должна быть чистой пишет постик виктория и не знаю как она сюда забрела но тем не менее м google выступил против сверх активного использования расширенных сниппетов веб-мастерами опять же по словам вот этого аналитика зинеп аид бахаджи представителя поисковика страница выдачи выдачи стала слишком перегружены из-за резкого увеличения количества сниппетов а мы как мы знаем google они достаточно сухо ко всему дизайну относятся чтобы он проще уменьшают раньше были рецептовые сниппеты с картинкой потом и их убрали оставили только рейтинги там цены сейчас и это ну че надо говорит да прошлом google неоднократно совершал количество доступных сниппетов выдачи в середине прошлого года многие сайты лишились звезд рейтинга и отзывов отображаемых в сниппетах ну вот собственно здесь и показано скриншот как было в середине 2014 и как в середине 2015 но по им сильный конечно серия вообще за не сильно нам бы даже бы лучше бы и выделили в чем изменилось потому что здесь жирная было 14 было же и гугли сейчас уже ниже и возможно еще и было и шрифтом больше раскрыть наверное идентичен натурального хотя хрен знает но было еще и больше текст но не до согласен я думаю что шрифты и у меня я просто помню как меняли мы даже это поисковик хочет отображать сниппеты только тогда когда они действительно полезны для пользователя как интересно будет вычислять но если ты добавляешь слово купить только тогда показана цена или если ты до этого много раз добавлял купить google запомнишь что ты покупатель а потом уже просто пишет бритва брау да и даже если не написал купить тебе все равно показывает цен причем смотрит если ты долго не жмешь на те где показывает цену он опять перестает их показали но там очень умный алгоритм согласен вот такие небольшие новости со звук а перейдем к следующей новости которая у нас загла а заглавлена можно как-то нормально обсудить так вот сайта нехорошие нехорошие айти не наши зрители все будут видеть наши слушатели послушаю вы слушаете clean version так вот айти без цензуры голая правда практически шок сенсация так вот небольшой такой пост я не знаю как он бомба бомбящий пост такой хейтерский после доски а здесь все на этом сайте после хейтерский я смотрел парочку но потому что плохой айти так вот выпендрежники на галерах называется пост прочитайте потом на всякий случай чтобы понять конъюнктуру так сказать так вот проработав некоторое время на галерах я так понимаю это именно так в поле прям сильно поработав папаха в поле на галерах глаза бросились обильное наличие выпендривающих это такой особый вид рабов которые тоже проданы кастомеру но их цель аж никак не кодить а выпендриваться то есть на самом деле посыл этого сайта я просто почитав другие статьи понял они предпочитают думать что все веб-разработчики в россии рабы я в принципе предпочитаю что все люди в россии рабы мы кстати да не но это еще и отталкиваясь от зарплаты сожалению да ну и вот он пишет про то что как бы эти люди предпочитают каким-то устоявшимся технологиям типа ангуляра более трендовый типа react так нередко выпендривающие задают сотрудникам и коллегам вопросы на которые сами уже знают ответ ведь их целью является не дискуссия о привлечении слушателей с последующими попытками доминирования но прям у кого весло длиннее и деревян театр здесь очень красноречивая картинка переведенная html5 был белорусскими коллегами до frontend девелопмент 2016 на конференциях там супер чувак него react против ангуляр 2 экмоскрипт 7 редукс материал флексбокс а на самом деле там такой чувак который в и е баги плюс костыли jquery button css top минус 2 пикселя float left important так вот выпендривающие любят собирать лайки ретвиты и репосты своих копипащение копипащенных умного заключения ну понятно то есть реально любят выпендриваться в соцсетях ну вот как я и сказал что они попсовый ангуляр им не нравится давайте нам модный реакт в первичке все все знают ведь свои 25 они уже получили лычку лида правда когда спрашиваешь что же разработал выпендривающих оказывается он дальше форм форма шлёпство ничем не занимался за форма шлёп здесь еще чувак придумал как бы именно слова так вот это читая потому что проект на что про их на галерий просто нету да и вообще был разносчиком пиццы до недавно и вот решил переквалифицироваться в программе есть да и здесь как бы есть фотка чуваков которые реально переквалифицировались видимо я просто даже не понимаю а сама это там просто подлайд я может это вирусная реклама bad light может быть но вот как то так ну вот такое как бы небольшой хейтерский пост прикольный причем здесь настолько блог так скажем странный что тут вордпресс тема не переведенная здесь как бы все по-русски но есть previous next возможно чувак related past share this story choose your platform не уверен чувак специально это делает случайно напишите если вы вдруг владелец на слушать допустим да оунар можете о нас написать нас как-нибудь обознать и не обозвать но на самом деле надо как-то же нам с тобой дать свою оценку нет чувак пишет достаточно правильные вещи у него просто бомбанула принципе мы с тобой знаем таких людей что есть такие люди на самом деле они действительно раздражают поэтому это правда проблема то есть да это я думаю в любых сферах есть такая проблема согласен просто есть такие люди войти это усугублено сильной консильным контрастом на нашем рынке на рынке зарубежных откуда поступает инфа слухи о том что где-то кодят не на jquery а на ангулярии на реакте хотя у нас тоже но это так короче верьте итог фу такими быть я бы сказал но последняя статья из этого блог косяк twitter в регистрации статья с the next web dot com ну мы часто берем на статьи пишет что блин лучше бы twitter не ставим лайном что-то делал а сделали бы свои регистрации чего-нибудь вот такой заголовок я когда первый раз увидел заголовок защища вспомнил так помнишь страницы регистрации твиттеры где два гея улыбаются не его прям именно постоянно скринили что там рандомно фоточки показано сайм-ап и одна из них реально два гея дам два обнимающихся чувака прямо на явно видно видно что голубки да ну я понимаю все и я почему-то так мне хорошо отпечаталась регистрация вот это я когда помню возможно потому что мы с тобой делали специально отдельную страницу для юб дизайн может быть для увд games короче говоря я запомнил что такая регистрация достаточно длительная и со всякими приколами у них ты не можешь просто зарегистрироваться не можешь ввести пароль логин как обычно в обычных сайтах и тут чувака писать что он речь и я люблю twitter я уже восемь лет блин вообще запасти 86 тысяч постов запастил он еще подчеркивать что именно 140 характер он писал он он подчеркивает ему видимо таймлайн тоже бомбанул и и он гей что блин я так понимаю что он попробовал заново заявиться как я понимаю так и он говорит вот мне предлагают хочу за юзерный нужно выбрать юзерный который естественно будет не похожий ни на кого просто просто так прохожий да вот это уже его уже немножко подбесила вот эта регистрация именно имени и почему интересно видимо видимо потому что типа тебе пишут и потом не бойся ты потом сможешь его сменить вот но тебе типа нужно определиться с именем которое будет отображаться хотя казалось бы это везде такое ну а дальше его бесит что тебе сразу предлагает тебе нужно выбрать несколько топиков которые тебе интересуют тем да я помню это это бесило ты еще даже не понял чё за понял все за интертеймент что за фэшн и ты не видишь начали градиент step 3 of 6 да 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 ну вот то есть ты еще не понимаешь о чем а тебе предлагают же выбрать какие-то темы ну окей ты такой типа выбрал вроде бы тебе ничего из этого не подошло но ближе всего мне музыка там еще конь хрень еще конь хрень и тут тебе начинают предлагать а самых чувак чуваков популярных по этой по этим темам я так понимаю предлагает а может вообще чуваков самый популярный предлагает у которых верифайт аккаунт или марк цукерберг какой-либо не кардашьян форди кардашьян да который тебе вообще интереснее всего и почитать перед ночью от ну давай хотя бы 40 за полу лишь да и продолжу всего лишь а чё нет и у тебя засовется вся лента сразу всеми этими ребят сразу уйдешь из твиттера вообще вот окей не просто он просто как я через все эти кружи надо прошел ягод был подписан на 76 человек ну вот да потому что ему говорят ну как бы вы а вы наши а может быть вам еще вот и вот эти понравятся то есть принципе там еще и рекомендуют да он подписался на кучу народу показывает свою ленту его там какие-то волк . кого . югей и он кстати пишет меня бесит что очень сильно видно twitter ориентируется на celebrities и поддерживает и вообще и всех пользователей направляет именно следует ну да видимо на типа на как сказать на остренькое ну если на горячей газами метафорически выразиться но вот он показывает здесь скрин тех кого он заходил то есть там типа абсолютно никчемные всякие на юнл на хрена ему голландские какие-то новости причем он пишет непонятно какого хрена мне предлагать именно вот таких так скажем чуваков которые мне даже не ответят на хрена мне типа twitter им пользоваться только как читать я может хочу как бы коммуницироваться за счетки социальная сеть да ну вот именно его друзей там по мылу почему-то ему типа не предлагают в общем очень замудренный так скажем юай или уэкс я не знаю как это сказать у вот эта регистрация вот собственно вот такой опять же хейтерская статья про twitter ну и на самом деле наверное ничего в этом плохого нет я бы тоже ну я согласен да так делать каш не очень в принципе можно переходить к блоку wordpress да мы начнем с статьи которые уже две-три недели откладывали если вы дослушали ставьте лайк ну лайк именно до лайк не сэд или эмбри а лайк если вы именно ждали тему недостатки wordpress короче говоря пожалуйста тема с хабра по тема с хабра то есть она по-русски если вдруг вы как-то но мы все наверно не покроем как кобылов согласен стараемся по верхам обскакать потому что мы уже час сорок в эфире давай так вот и прежде всего считаю автор александр храмов я не знаю этот перевод у него или нет судя по всему нет нету в этой ленточке перевод прежде всего считаю нужным уточнить несколько моментов первое это статья не про какие-либо возможные недостатки интерфейса панели администрирования тем оформления готов плагинов или чего там еще может интересовать типичная в мастер всем этим как раз на мой взгляд у wordpress все относительно в порядке эта статья про код бы так статья выбирается на материалы мною собранного едино вольно переведенный от себя значительно дополнены ссылки представлены в конце статьи то есть александр храмов он не просто веб-разработчик он веб-ученый он проводил веб-исследование не хайной веб-биг-дэйту анализировал вдруг он нас слушает напиши в комментариях александр если мы вдруг польстили тебе обсудят его статью или или ты такой час так даже этим меня я во многом так это шестка популярность не синоним качества не нужно использовать этот довод как доказательство качества технического исполнения wordpress популярен явно по совершенной мидрич первым вид что глобальные перемены это полное говно но на самом деле он прав здесь как бы но он не пишет сразу что пхп полная говно нет как-то нет видимо он все-таки печки программист но вот глобальный перемен 10 анти паттерн потому что как бы вот так вот wordpress использует их везде и для всего ну правда то есть вот по умолчанию какого-нибудь я не знаю индекс печки ты можешь глобально доступиться там пост пост айди юзера и ноги их реально много там порядка 20 мне в голову точно придет если посижу и подумаю может быть их больше реально так так вот и в чем беда если ты допустим в цикле их используешь и изменишь то они у тебя не дай бог будут использоваться где-нибудь футер печки и они там тоже будут измененные корявые все ты можешь все сломать ну грубо говоря я во-первых зачитаю так вот wordpress использую глобальные переменные везде и для всего примеру the loop или цикл если по-русски используя его wordpress обрабатывает каждый пост для вывода на текущей странице он может быть с легкостью сломан внедрением следующего кода global post post ну но взял обнулил глобальные перемены и попробуй догадайся где была объявлена ли перезаписано глобальные переменные тяжело представить как у кого-то еще могла родиться мысль о том что вот такое использование глобальных переменах чертовски хорошие можно включить печки профилирование в дебагере посмотреть где когда меняется чё но конечно шедо мулин вегу посылать эту статью потому что что-то тут он так все знает ему по хрену то есть грубо говоря нам первый довод он таков если хотите сломать вам можно сломать легко а если не хотите сломать то блин не ломайте то есть но тут но и хотя конечно может быть я во мне просто говорит моя частичка wordpress который мне у меня как у волан-де-морта душа на части была разбита у меня уже есть частица ворс в моей душе кристраж наоборот да wordpress rush пригодился бы разработчику слой абстракции базы данных вордпрессе нету своей абстракции для работы с базы данных напрямую есть некоторые обертки типа vp query или vp user query от специальные объекты для запросов но они так скажем их вот несколько есть vp query vp user query vp meta query там ну-ка и так далее то есть и все а так по большому счету приходится с помощью пидео писать видео это дефолтная печь пишная обертка для доступа к базе данных вместо того чтобы делать как же мы там в курсовой то с тобой mysql печерей печерей да вот 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 это все может спидио у делать отлично кроме этого у разработчиков есть доступ к таким функциям как query post и get post 1 строго не рекомендуется к используем в официальной документации статьях вроде этой хотя обе являются всего лишь обертки называющими для себя выпекли такое здесь мы для наших зрителей покажем схему в которой показано как использовать vp query и как лучше не использовать пожалуйста и но есть почему query post не стоит использовать потому что он как раз переопределяет глобальная переменная vp query а если вы новый объект vp query саму глобальную вы не трогайте трогайте маленькую зависимости от того как именно вы доступаетесь вам надо в конце если вы используете несколько циклов делать либо vp reset query если вы действуете через глобальный либо vp reset post data если вы эту переменную в которую складываете экземпляр класса vp query называете по-другому так то есть ну это так для тех кто знает тот поймет кто не знает не поймет да ладно отлично но и на самом деле другой важный момент с этим согласен единственно с чем я согласен может быть не единственная но да wordpress не подразумевает что разработчик может захотеть создать произвольные таблицы в базе данных для своих нужд по какой-то причине нужно хранить все данные только в заранее предусмотренных таблицах далее представлена схема bd версии 38 ну там не сильно что-то меняется в общем суть в том что все в вордпрессе это пост все в сущностях хранятся соответственно в таблице vp пост и есть таблица vp пост мета в которой конец мета данные это все и хоть чё ты хранишь трапа посты и страницы и течменты даже и визии на в меню айтемы и любые другие кастомные пост типа они будут храниться в этих двух таблицах ты ничего с этим не можете ну то же самое с данными о юзер есть vp users и vp user мета и ты хоть ты обосрить ничего по-другому это сделать не сможешь с этим приходится жить и если очень много так скажем уже у вас инстансов vp пост то естественно надо писать и кэширование запросов в mysql или там мои дебе колдовать с бубном короче говоря маршрутизации с помощью модри райт то есть на уровне веб-сервера маршрутизация все сделано типа это хреново с точки зрения автора 1 действительно наверное надо как-то это на уровне логики приложения сделать например вот он пишет давно есть крутые подходы к маршрутизации как в фреймворке symphony ну александр ты пойми очень много legacy кодов в вордпрессе то есть того с которым приходится теперь жить после того как мы одиннажды они его сделали теперь чтобы была обратная совместимость сложно ну и он пишет что все полезные функции типа из page из single и из категории чтобы проверить где мы находимся в каком шаблоне стали бы ненужными так как маршрутизатор бы отвечал за весь мэппинг и скопинг если угодно вау маршрутизатор бы хранил в каких-то переменных каких-то там структурах данные о том где мы и как находимся проверять бы ничего не пришло как же насчет файловой архитектуры он пишет несмотря на то что первый релиз вордпресс состоялся 27 мая 2003 года типа более 11 лет назад можно было бы и переделать mvc тогда еще не было и вообще бла 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 все шаблоны хреново хранятся ну это это правда но а чё с этим как с этим быть то есть ему не нравится что надо прямо строго соответствовать индекс php archive php single php и так далее то есть ну ну мне хочется как обычно сказать ну блин это правило wordpress чё тут делаешь не ну ты можешь ты же можешь делать отдельные страницы понятно что дефолтные wordpress какие-то не можешь менять да ты можешь даже сделать писька php хоть какую да и и на них page template повесим какой хочешь это понятно но в мвц главное же не то что мы спиской назвать а то что ты по папкам это хранишь и даже у тебя логика отдельно от презентации хранится и так далее там но тут видишь тут блин именно с уже у wordpress а своя уже тема то есть да у нас своя атмосфера это единственное я бы еще посмотрел вот это все разобрал на примере джумлы посмотрел бы как чё там можно называть что там нельзя ну да тут пишет шаблонизация работает хорошо но этот сарказм потому что никаких дефолтных шаблонизаторов типа смарти и твой это печки шаблонизаторы не имплементированы в wordpress и говно каждый раз приходится использовать get head и get set bar get footer ему прям противно понятно вроде это зависит от того какой у тебя background если ты действительно пользуешься каким-то унифицированными шаблонизаторами то наверное ты понимаешь что можно было бы сделать иначе и круче но в wordpress вот так механизм action и фильтр хуков достаточно мощный и удобный он будет это вид одно и то же только называется по-разному но как мы уже с тобой когда обсуждали статью с машин магазин проекшены и фильтры я говорю что по сути все ивенты просто события и еда ну и пишет что непонятно в какой момент чего вызывается как дебажить ну то есть сложно опять же особенно с учетом то что везде глобальные переменные можно случайно переопределить или специально крем поймешь чё как короче ему кажется это все кашей и да я привык этому прям ко всему привыкаешь на самом деле но видимо вот у него такой вот разбор wordpress с точки зрения чувака который придирается может быть он даже выпендривающих на галерах кто знает мы не можем в душу ему залезть обработкой ошибок он шутит что вместо того чтобы был какая-то обертка вокруг встроенную в печке стандартного механизма throw catch делается экземпляр класса vp error который по сути примерно то же самое и делает то есть там хранятся сообщения код ошибки и он они выбрасывают почему бы не реализовать с помощью дефолтных пичпишных типа непонятно ну блин здесь пишет но зато wordpress куча классных плагинах шаблонов оформления это типа именно он заголовках пишет контраргументы ну и он пишет естественно опять же он везде говно ведь что а зато в этих всех красивых классных плагинов и шаблона могут быть такие дыры что даже у fancy box for wordpress была критическая xss уязвимость а у плагина было немного него 500 миллионов 500 тысяч простите скачу никакой telegram но на никакие не используется встроен дефолтные стандарты написания кода типа psr или pr у них свой собственный wordpress code style guide я не его придерживаются и все прикольно ну как бы да не psr нам в комментариях даже писали отчути по wordpress и не по psr и функции называются ну блин вот так вот через нижнее подчеркивание wordpress не через канал кейс псевдокрон задачи если вы когда-нибудь пользовались в п кроном то вы знаете что он не сработает если на сайт никто не зайдет допустим сделали вы событие на 12 ночи каждый день но если никто не зайдет 12 начин сайт она не фаер ниц и она запустится самый ближайший момент после 12 как кто-то зайдет поэтому для реального крона надо все таки использовать обычный серверный крон нарезки изображений вот и кстати второе с чем я согласен в wordpress для каждого отечмента который вы нарезает если вдруг у вас шесть вариантов нарезки он для каждого изображения будет 6 вариантов делать хотят скорее да и хранить и и хранить и в базе и на хостинге то есть тут прям сложно все хотя на некоторых даже и не нужно мелкие так далее то есть она вроде бы для универсальности сделан но за серая но засирает поэтому будьте осторожны это просто надо знать поэтому ну опять же есть плагин эти парень дженера это мне лс которые удаляют старую нарезку кстати опять же жалко что всего лишь плагин очень часто бывает новых добавишь размеров и надо перри нарезать старый и только плагином это можно сделать иначе никак ну или написать самому код но это как бы для нас wordpress евангелиста писать что-то самому это согласен хотя это шутка конечно хотя ну и все заключение может показать что я ненавижу wordpress вовсе нет я имею дело с этой cms версии 2.x с 2 до жизни с 2009 года с ее помощью за прошедшее время не довелось сделать ни один десяток сайта за это я благодарен мы активно используем wordpress студии где сейчас работы вряд ли сможем скором времени его заменить на что-то более эффективное хотя с интересом наблюдаем за развитием октобер cms на базе печки пир фреймворка лара ведь фантазируемой миграции после выхода стабильной версии но ну короче увожу хочу у кон все-таки не то чтобы он сильно хейтит он все-таки как бы хочет сделать лучше его возможно это мулен бегу на вопса да ну сложно с этим сложно взять час все переписать это как как мужику в шестьдесят пять лет курить бросай так они так тебе они так и ответят да мы с этим работаем много легасе года они тебе ответят как зуеп зулеп да 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 стилл орг да ну еще следующая тема почему wordpress нужен fields и бей тоже она достаточно крупная но я быстро скажу давай грубо говоря представь себе плагин advanced custom fields в котором ты допустим создал какие-нибудь мета поля в базе данных с помощью add post meta и хотелось бы чтобы автоматически появлялись мета боксы в редактировании поставка который ты можешь эти значения изменять так и казалось бы есть в представлении custom fields именно дефолтные wordpress аске там такие два текст инпута дерьмовый наверно типа непонятно и не везде есть а вот вдруг ты на странице редактирования категории вот вспомним мы немного пару выпусков назад обсуждали терм мета и 5 и там была прям куча функций которые надо прям писали формы самому выводить и по что как изменять значение типа мета информацию для таксономии как потом нарисовать ранжирование вот он хочет чтобы в wordpress по дефолту было когда ты создал какое-нибудь поле обмена чтобы формат создавалась сразу в админке и но вот ему галочки просто вот это поле показывать в админ и все и над этим как бы вы могли подумать работают это тоже часть реста и пиа и только fields и 5 именно интерфейс для того чтобы это все делалось а потом уже в ядро добавить и так далее но именно fields api разрабатывается долго work in progress as soon as possible короче говоря но здесь есть пара примерчиков реальных что add action field register регистрируем поле название такое тип такой-то айди такой-то так вешаем на action и автоматически нас в админке все формы уже появились все можно менять вот он хочет автоматизации и я в этом с ним согласен приходится под плагинами опять же пользоваться пока нет и фил за и пиа и поэтому на самом деле это даже и написано не просто чтобы мы так скажем ознакомиться что помогли потому что сложно чувакам и так далее отлично так у нас еще есть одна тема с wordpress wordpress 4 5 to introduce native support for a sim logo sim да вам прям по симам короче говоря новое поле сайт блога add theme support можно будет написать в кастомайзере добавлять именно сайт логотип не сайт айкон который в open graph разметки будет использовать его apple touch иконка именно сайт лога который над заголовком вот тут появится ну слушай ну несколько призывка перекликается с хедер имидж если помнить что же такое было его для того же использовали примерно так но они вот что-то тут городят воротят причем здесь было еще что это ни хрена не интуитивно было нам сара пишет что проводили исследование на камеры записывали как люди ставят это и люди не понимали в чем разница между сайт блога и как там и сайт айкон они не понимали в каком случае и надо загружать ген и короче над этим будут еще работать но уже точно wordpress 4 5 появится и даже выпустят новую версию твенти секстин одновременно в которой уже сразу будет поддержка вот этого логотипа круть вот так вот wordpress бета-тестер плагине уже можно посмотреть окей можно приходить к нашему экспериментальному блоку житуха который заменяет собой блок космос так иногда я сейчас на нашу первой теме даже браузер сверну потому что у нас комментарий нам пишут нам еще до рубрика нам пишут предлагают новость в предлогухе в паблик пишет юри геттс это важно что юри геттс очень важно внимание чего юри геттс и вопрос читатель привет ребят то в курсе как вручную задать главное фото для страницы когда цитирую страницу это именно фото подгружается вместе вместе с метод данными пример прикрепил по скриптам просьба комментировать цитирую мое имя пользу юри геттс юри геттс так вот юри геттс собственно на скриншоте показывает я показываю слайка скриншот что он делится ссылкой на фейсбуке и он хочет чтобы была красивая картиночка со своей статье к ссылке собственно юра погугли что такое open graph разметка ну как бы юри геттс опять юри геттс вот его аватарка вот юри геттс вот вот погугли open graph разметка как там чё как передавать картиночку джи имидж метанейм и контент ссылка на твою картинку в плагине вордпресс юас сио уже это по дефолту включена спасибо юри геттс так вот последняя тема и житуха из нашего подкаста крайне я бы даже не последний крайне последний то у нас будет бойка ноги будут холодные а у нас немножко как бы из-за из технолог технологии кварцевые носители способны хранить большие массивы данных миллиарда лет идет в массы мне кстати пришла в голову сейчас идея нашу рубрику космос переименовать просто в научпоп вау круто и тогда и тема будет легко найти научпоп с уклоном в космос то есть когда будет про космос да кто бы ты думаешь мне подсказал geek times а в них так научно популярны отлично научпоп то есть вы сейчас присутствуете при рождении новой рубрики прям до научной аж как сердце заколотили да ученые из университета саут гемптона саут гемптонской разработали носили информации нового типа этот накопитель может хранить данные миллиарды лет не разрушая материал представляет собой на на структурированное кварцевое стекло для которого разработан процесс записи и механизм считывания данных на на структурируем и кварцевое стекло тут как бы чувак смотрит холи байвол читает через видимо кварцевая неплохо так вот на один небольшой диск я так понимаю который на картиночке помещается около 360 терабайт данных мы с тобой как-то короче вы не вере слышали про новую технологию которая типа гриф из грифеля скажи мне процесс градиен грифен до грифен транзисторы будут делать низ кремния из графе надо что наши ученые скорее всего которые живут в америке не помню они просто злой шани нобелевку прямо не получили нобелевку практически за то что скотчем от грифеля оторвали очень тонкий слой который назвали графен на которой можно типа из которых можно прям 3d транзисторы давать очень гибкие гибкие экраны можно на его основе делать всякие да вот ты представляешь короче у тебя будет такой проц из графена и еще у тебя будет жескач из вот этой хрень я охотно представляю скорее всего ноги будут ногти будут не подстрижены как у чувака согласен будет кварцевый у тебя жескать так вот на один небольшой диск помещается 360 териков материал остается стабильным при температуре вплоть до 1000 градусов даже охлаждать не надо то есть реально можно охлаждать обе комнатной температуре может существовать практически вечно при температуре 190 срок жизни материал исчисляется миллиардами лет скобочек 3 миллиарда при этом вся размещаемая информация остается неповрежденной пока остается целом сам диск но я считаю в принципе в космосе уже можно такое наверное использовать для чтобы там наши предки потом потомки точнее использовать смотрели как у нас там все было еще до того как на зерги захватили хватит до заходе не захватили еще нет хотя хрен знает но и сейчас одну отдельно взятую страну на корейском полуострове что захватили да ну вот здесь в принципе и схема как идет запись небольшие как бы такие волокна структуры всего этого кварца 5 хреном хрена метров мирами 5 хрена метров до доклад технологии было впервые продемонстрировали 2013 когда они сохранили документы размером в 300 килов пристать документы текстовик с паролями возможно скорее всего не зашифрованы да скорее всего у этого извини перебивая у у sony угнали да 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 пароли как раз не вот возможно тот самый текст или пароли из gta конечно или из героев panther panther да сейчас записано еще сейчас записано еще и всеобщая декларация прав человека туда ньютоновская оптика великая хартия вольности библии вот он байбл собственно показывает записано таким образом книги смогут пережить всех людей на земле технология доработана и усовершенствован а сама эта хрень доживет если мы все распадемся на молекул так вот носители такого типа могут пригодиться организациям которым приходится управлять с огромными массивами данных музеи библиотеки бла-бла-бла-бла-бла-бла так вот на этой неделе разработчики опубликуют все подробности проектов настоящее время идет изучение возможности коммерческого использования носителя информации нового типа для чего разработчики ведут переговоры с крупными технологическими корпорацией собственно научпоп накопители информация кварцевое стекло это теги пишите в комментариях понравились ли вам наши научно-популярные темы и в принципе нас особенно про юрия гетса это самая научная самая популярная тема согласен житуха у нас кстати обойка сегодня тоже довольно таки научно-популярно я надеюсь что это все это кратер от пухана юрия гетса после сегодняшнего подкаста хотя возможно он только рад будет в конце концов он звезда теперь дали экрана youtube экрана но вообще да именно я даже в каком на какой планете он находится тогда сегодня между прочим много таких бомбительных пуканов было это и в недостатке wordpress могло быть и выпендривальщики на галера выпендривали после того как узнали что мы про них узнали у них тоже могло так бомбануть и у юаста как бомбанул от амп а представляешь юрий гетс он и выпендривальщик на галерах и от wordpress он любит wordpress у него бомбану хотя он опенграф разметку не знаю хрен он знает чонка но да так что вот к нашему подкасту обойку как обычно привязали подписывайтесь на соцсетях вконтакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в гугл плюсе фейсбуке ставьте не только лайки но и ей хотя ей убрали черт просто радостные смотри сердечки можете даже нам отправлять вам сильно понравилось и звена войти если пишите отзывы ставьте звездочки это очень прям нам нужно и под видео и на ютюбе обязательно ставьте лайки по прежнему есть слух что это влияет на аранжирование вообще приподняться над повседневностью поможет нам от с вами были никита тарасов и александр гончаров удачного вам 7 дня до следующей недели пока пока